Рад приветствовать вас на телеканале «Инпак»! Это программа «Влияние», и я не один, пастор Сергей Головей, «Crucians Faith Church». Приветствую! Приветствую! Поистине доброе утро! Очень хорошее время, очень хороший сезон, и сегодня у нас такая предпраздничная программа. Кстати, это мой самый любимый праздник, говоря о Дне Благодарения. Я понимаю, что Рождество несет в себе совершенно другой смысл, как для последователей Иисуса Христа, но вот эта пора благодарственная, и эти декорации сегодня студии отображают это. Мне нравится вот этот дух, мне нравится, когда страна приостанавливается для того, чтобы... Понятно, кто-то может делать это чисто потому, что есть такой день в календаре, кто-то делает это притворно, но я думаю, что есть львиная дюжина людей в нашей стране, в нашем обществе, которые делают это с полным осознанием того, что мы Богу обязаны, обязаны многим, и это самое меньшее, что мы можем сделать. Это воздать свою славу, воздать свою благодарность, воздать свою хвалу. Потому что он живет среди славословия своего народа. Поэтому пусть не только ноябрь месяц, потому что это день в ноябре, день благодарения, пусть вся жизнь. Давид говорит, благословлю Господа во всякое время, и хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться моя душа, услышат кроткие возвеселяться. Тем более, после всего, что произошло, после американских горок, которые имели место в политической жизни, я думаю, что евангельскому сообществу в Америке это будет еще одна хорошая причина. Возблагодарить. Возблагодарить Бога. Не с тем, чтобы превознести человека. Мы, кстати, провели, пастор Юрий, несколько встреч с тобой. Да, это, кстати, четвертая из серии. Три до выборов, и мы говорили об этом, и мы говорили об этом. Почему это важно? Почему это так важно в этом президентском цикле выборов быть задействованы? И я хочу сказать, я удивлен. Я удивлен количеству участия евангельских христиан на этих выборах. Есть ли статистика? Она есть, но мы не видели ничего подобного ни в 12-м году. Мы не видели ничего подобного в 8-м году. Я даже сомневаюсь, что в 2004 году, когда Джордж В. Буш еле-еле выиграл перевыборы, наблюдалась такая активность со стороны евангельского сообщества Соединенных Штатов. Если эти цифры правдивы, если они отображают реальность, есть такое понятие, как exit poll. Это опрос общественного мнения, который имеет место по выходе людей из избирательного участка. Люди могут притворяться до выборов, могут размышлять, могут сохранить за собой позицию «я еще думаю вплоть до понедельника, я решу, когда я приду на избирательный участок». Но когда ты выходишь, потворствовать нет причин. То есть я или за одного, или я за другого. Я либо за то, чтобы марихуану легализовали, если говорить о Калифорнии, либо я против этого, я за то, чтобы смертную казнь оставили, либо я за то, чтобы ее отменили. То есть что мне скрывать? И вот эти exit polls, они именно в день выборов есть две волны. Первая волна в 2 часа дня по восточному времени, в 11 часов по нашему времени, и вторая волна в 5 часов вечера по востоку, в 2 часа по нашему. И они примерно эти exit polls рисуют относительную картину того, что может произойти. Положили руку на пульс, да, как народ чувствует себя. Люди хотят перемен, люди смотрят на то, чтобы лидерство было более сильным. Было такое понятие, как value voters в одну из эпох. То есть они были движены только потому, на эти избирательные участки, что их не устраивал моральный расклад общества. И в этот раз, опять я оставлю за собой право использовать слово, если эти цифры правдивы, то евангельская община поднялась на уровень 81%, которые отдали свои голоса за Дональда Трампа. Мы говорим о евангельских христианах. Дело в том, что я хочу сделать некие поправки относительно того, что последний год-полтора, наверное, в наших программах, в своих проповедях или в беседах, я не применяю слово, редко применяю слово по отношению к себе и своим единоверцам. Мы говорили, кстати, с тобой говорили, мы в основном применяем это слово евангельские христиане. Почему? Потому что к величайшему своему изумлению, то, что я услышал вчера, мне позвонила жена, говорит, вышла программа Тидиджейка, знаменитого. Программа вышла на светском телевидении, его шоу, отдельное шоу, совершенно, это у нас в Сиатле на 16-м канале King Show, там это, по-моему, ABC, Аффилиейт канал, он все федеральный канал. Так вот, на этом шоу он открыто заявил, что он очень разочарован выборами Трампа и прочее, прочее. И так неприятно это, резонансно, потому что мы уважали этого проповедника и пастыря, действительно, мега черчи, все остальное, сильные проповедники. Я к чему? Я к тому, что, к сожалению и к стыду нашему, как христиан, если так говорить открыто, что большая ветвь христианства, так называемого, она все-таки закрывает, полностью закрыла глаза на то, какие предостережения по отношению к кандидату демократов были, относительно абортов, относительно того же Верховного суда, относительно всяких вот этих поползновений в левизну ярко выраженную. Тем не менее, христиане, афроамериканцы, наверное, процентов 70 отдали ей, христиане, афроамериканцы отдали ей голоса. О чем это говорит? О том все-таки, что применяя к нашему, вот в нашем случае, применяя евангельские христиане в формулировку, мы более точно... Более точечное направление. Совершенно верно. Но что интересно с Дональдом Трампом еще, пастор Юрий? Тим Кейн, это вице-президент Хиллари Клинтон, или номинант, он очень посвященный католик. И католический голос... Тоже был учтен, наверное. Тоже склонился на сторону Дональда Трампа. Особенно в таких штатах, как Пенсильвания и Охайо. А чем это вызвано? Я думаю, что... Аборты? Я думаю, что Дональд Трамп, это настолько внесистемный кандидат, что люди решили дать ему шанс провести еще один... По сути, каждая президентская гонка, и, наверное, это не преувеличение, это эксперимент своеобразный. Страна номинировала, или Демократическая партия номинировала чернокожего человека в лице Барака Обамы. Общественность дала ему шанс. Это был эксперимент. Плохой или хороший? Благодарение Богу, что у нас есть максимум два срока по четыре года, и потом мы говорим человеку прощай и занимайся своим делом в жизни. То же самое было бы и с Хиллари Клинтон, если бы она победила. Это тоже эксперимент исторических пропорций. Первая женщина, которая удостоилась самого высокого поста в стране, лидер свободного мира. Поэтому, когда Дональд Трамп предложил себя, люди смотрели... Я был в числе этих людей. Скептически. Моя история, не то что скептически, моя история возвращает меня примерно к августу прошлого года. Я был на восточном побережье, встретил одного человека, приятеля своего, с которым мы не встречались уже долгое время. И почему-то вот начался разговор о политических этих событиях. И он говорит, Трамп. Потому что неделя или две перед этим Трамп, вот эта известная вся история, как он спускается по эскалатору и объявляет свою номинацию. Я говорю, не может быть. Мне сложно представить, чтобы Дональд Трамп, при всем, что да, он магнат, он очень успешный бизнесмен. Я даже говорил и ему, и себе, что подавляющее большинство людей, неудачи его бизнеса, они поставят в колонку позитивных вещей. То есть он не сдался при банкротстве, при падении, он мог бы, имел более чем достаточной причины разочароваться, но наоборот, он собрался, регрупп, как мы говорим, и пошел вперед. Это к его чести, это к его достоинству. Но моя позиция была, плюс никто не знал его ориентации, более он либеральный или он более консервативный человек. Он внесистемный. Он смеялся, говорит, ты увидишь. Дональд Трамп не только получит номинацию, Дональд Трамп выиграет президент. Твой друг пророк. Да, как в воду смотрел. Ты видишь. Как в воду смотрел. И потом моя эволюция в этом отношении, когда вот это все дебаты происходили, его резвость иногда, его грубость. И на каком-то этапе я как бы отошел в сторону и подумал себе, ну, нечестно поступает с ним establishment, да? То есть, очень многие вещи бросаются против него. Если играть, давайте играть по правилам. Это все в сторону. Дональд Трамп закрепляет за собой номинацию. И я услышал многие весомые евангельские голоса. Люди с безупречной репутацией. У которых большие служения. И Джеймс Добсон. И Джек Грэмм из Даллас. И Дэвид Джеремайя. И этот список продолжается, и продолжается, и продолжается. Я подумал себе, неужели люди настолько... Или они что-то знают? Или неужели они настолько непредусмотрительны, чтобы не дать себе отчета? Ну, он избирается всего лишь на 4 года. Надо ли вот так ложить на карту все? Свою жизнь, свое служение, свою репутацию. И я подумал, может быть, Бог использует вот этих людей. Может быть, Бог использует эти евангельские голоса. Этих уважаемых старцев. Сединой убеленных, опытных людей. Чтобы возбудить в теле Христовом. Определенный здравый смысл. И похоже их усилия. Мы уже не говорим о полноевангельских кругах. Которые в равной мере были в защиту. Не сказать, что все, но в равной мере были в защиту. И мы, пастор Юрий, это не с тем, чтобы похлопать себя по плечу. По сути, наши предыдущие программы, ведущие к президентским выборам, сводились к чему? Верховный суд, Верховный суд, Верховный суд. Внутренняя политика. На каком-то этапе он преуспеет. Преуспеет хорошо. Быть может, не все из обещанных им вещей будет материализовано. Или придет в исполнение внешняя политика. Мы не знаем, кто такой Дональд Трамп. Но моя позиция была и остается. И я, кстати, с очень большим удовольствием об этом говорю. Я говорю, что на следующие как минимум 4 года для меня, для обывателя в этой стране, для которого не безразличен завтрашний день, в какой стране будут жить мои дети, если жизнь продлится и мои внуки, для меня важно, очень важно, что за люди будут надевать на себя вот эти одежды судей, чтобы принимать решения, которые имеют влияние на всех нас. Каких бы судей поставила Хиллари Клинтон, нам понятно. Судей, каких пообещал Дональд Трамп, нам тоже понятно. Это люди консервативной идеологии, люди, которые читают Конституцию так, как она написана, люди, которые интерпретируют Конституцию так, как она написана. И это дает определенный, как бы, мы говорим по-английски, sigh of relief. Тем не менее, я думаю, что стоит нам возвратить и себя, и каждого из наших телезрителей сегодня к словам 117-го псалма, где говорит автор, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Мы не возлагаем упование на Дональда Трампа, мы надеялись, надеемся и продолжать будем надеяться на Господа и только на него. Кто-то может возразить и сказать, ну какое дело Бог имеет вообще к американской политике, к американским выборам? Не только к американской политике выборам, непосредственно к жизни каждого человека. Давид говорит, он вникает во все дела сынов человеческих. И в той позиции, в которой сейчас Америка есть, как мировой лидер, немаловажно, никак не маловажно, кто вхож в Белый дом, какие люди окружают этого человека, какие решения будут приняты, каких судей мы опять возвращаемся к этому, каких судей он будет номинировать, какая внутренняя его политика будет, на что он будет направлен. Когда, может быть, перед выборами как-то люди смотрели, потому что это был Голиаф и Давид, это самое подходящее. Ни один, ни один из вот этой, что мы называем политической интеллигенции давал ему хоть какой-то шанс. Включая, 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 включая республиканскую сторону, уже не говоря о демократе. Мне кажется, демократы уже распивали шампанское, радовались и торжествовали, что вот она просто на белом коне. Едет сейчас, примет, так сказать, поражение Дональда Трампа, и мы не можем дождаться, когда наступит 20 января. Я говорю на своей радиопрограмме, я возвращался в день выборов, а это был длинный перелет, несколько аэропортов, последняя инстанция была в Вашингтон, Ди Си, уже сюда, домой. Я сел в самолет в 5 часов вечера по западу, 5 часов вечера по востоку, 2 часа дня у нас, длинный достаточно перелет, больше 5 часов. И смотрю, напротив занимает место человек, сразу вытаскивает свой iPad, настраивается на интернет. А рядом бутылку шампанского еще не ставил. Нет, еще не было у него, не было, не было. Но так получается, что сзади него сидел еще один человек, и он пошел сделать свое дело, возвращается, и они как бы встречаются, прямо, ооо, столько лет мы не виделись, там, ты откуда, туда-сюда. И тот ему кричит, но говорит так, что слышат все. Я сейчас буду смотреть результаты выборов. Ну, это 5 часов, то есть, по сути, никто же еще ничего не знает, кое-какие голоса уже посчитаны, но... И вот мне интересно было наблюдать, потому что он взлетел, он так улыбается, там что-то нажимает, смотрит какие-то сайты, проверяет какие-то данные, там, CNN, то другое, третье, пятое. Потом где-то час спустя закрыл свой iPad, сидит. Пролетели несколько минут, открывает опять, видать, какая-то информация обновилась, он оборачивается к нему и кричит. Это не имеет абсолютно никакого смысла. Я не могу понять, что происходит. Ну, и он, уже говоря политическими такими аргументами или цифрами, этот штат, этот штат, Флорида ушла, Огайо уже отдали Дональду Трампу. Ты можешь представить себе, они за Вискансин еще решают, Дональду Трампу. Это же территория, такие штаты, как Пенсильвания, Вискансин, Мишиган. Последний раз республиканцы выиграли их в 80-м, 84-м году в лице Дональда Трампа. То есть, это территория, куда они не заходили уже без малого 30 лет. Поэтому, ну, другой пропорции, другой аналогии я не нахожу. Это действительно была схватка между Голиафом и Давидом, или Давидом и Голиафом. Весь ветер был в ее парусах, вся радость, весь восторг, весь энтузиазм. И здесь человек внесистемный, против которого вышла не только демократическая партия, против которого вышла свои же люди, уже не говоря о средствах массовой информации, за день или за два. Это же тоже беспрецедентный шаг. Сам Папа Римский очень нелестно об этом отозвался, о нем как опать кандидат. Что никогда не происходит. То есть, какое тебе дело? Сиди в своем Ватикане и занимайся своим делом. Паси своих верных. Причем тут твоя американская политика? И мы опять возвращаемся к тому, что лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Но здесь явно было сверхъестественное вмешательство. Вот ты вырываешь слова с моих уст, потому что если сделать шаг назад и посмотреть на все, что имело место, мы не можем исключить сверхъестественного аспекта во всем этом. Потому что ему не суждено было по прогнозам, по опросам общественного мнения, по позиции, которая была выражена к нему. Ну, и вот если кто-то спрашивает у меня, то я могу сказать, и не собираюсь извиняться за свои слова, есть что-то сверхъестественное в избрании этого человека. Я не хочу каких-то иллюзивных вещей здесь преподносить. Или мистицизм какой-нибудь. Да, или смещать акценты, офис президента остается офисом президента, церковь остается церковью. И она поставлена превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и авторитета церкови Иисуса Христа, которую Господь приобрел себе ценою жестоких страданий. Она полнота наполняющего все во всем. Но усматривая вот этот расклад вещей, я думаю, что это должно провоцировать нас в хорошем смысле этого слова к тому, чтобы ходатайствовать за этого человека, ходатайствовать за его окружение, у него критических 70 дней для того, чтобы избрать людей, которые будут с ним 4, может быть, 8 лет, если он выиграет второй срок. Это не с тем, пастор Юрий, что я не сильно был восторжен, когда Барак Обама в 2008 году победил выборы, тем более, когда он победил перевыборы в 2012 году. Но это не разрешило мне, ни в коем случае не разрешило мне перестать молиться за человека, с идеологией которого я не соглашаюсь. Это мой христианский долг, это мой гражданский долг. Библия говорит, прежде всего прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Сказать, что она была при Обаме тихой и безмятежной, наверное, не приходится, потому что были мятежи, были серьезные волнения, было очень много неопределенности. Вот сейчас на этом витке, связанном с избранием нового президента, я думаю, мы больше должны вооружиться этой мыслью, чтобы ходатайствовать за него, за первую семью, за его окружение, благодарение Богу. Я думаю, что Дональд Трамп продемонстрировал для людей, которые наблюдали за ним, уже продемонстрировал очень здравый смысл, или показал паттерн своего decision-making, как он будет принимать решения, когда он избрал своего вице-президента. Это человек безупречной репутации, евангельский христианин, глубоко верующий в Бога. И слушать его выступление, иногда складывается впечатление, что это проповедник, который цитирует 2 Паралипоминон 7.14, который говорит о том, что нам нужен Бог больше, чем когда-либо на этом этапе нашего, в этом периоде, как государство. И дай Бог, чтобы наши чаяния и наши ожидания с этим человеком, они действительно были оправданы. И опять, уже в такой раз, я цитирую слова 117-го псалма, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Потрясающе, да, потрясающе. Друзья, пастер Сергея Головей с нами в эфире. Это программа «Улияние». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Важно сделать, важную ремарку сделать, что мы видим после выборов в течение нескольких дней в некоторых городах идут проплаченные так называемые забастовки и протесты. У меня нет сомнений, никакого сомнения в том, что оно все скоординировано и проплачено, чтобы выразить, как бы посеять вот такую волну. И плюс к этому, что говорят, что те из медиаресурсов либерального толка, CNN, MSNBC, также NBC, это, так сказать, ярко выраженные, крайне левые, так они показывают эти яркие картинки сознательно, умышленно, бастующих этих так называемых протестантов для того, чтобы оправдать свою позицию относительно того, что все ожидали другого исхода, и мы об этом, так сказать, готовили всех. То, что мы прогорели, то, что мы ошиблись глубоко, это не признак того, что мы были неправы. Смотрите, что творится на улице. Но молчат о том, что не в обиду, но вот эта прокуренная молодежь марихуаной тоже. Что интересно, Сеатл, то есть штат Вашингтон легализовал марихуану несколько лет назад, теперь Калифорния легализовала, Колорадо легализовала, потом было легализовано... Орегон, я не знаю, тоже. Да, конечно, да, да, да. И что интересно, я вот так, это чисто мои умозаключения, может, субъективно, но тем не менее, вчера вечером думаю, смотри, там, где Обама легализовал марихуану, они побыстрее, и уже Калифорния легализовала, они побыстрее обкурились, обкурились, и вот творят безобразие, ломают, бьют, в Сеатле бьют машины в центре, то есть полный, как мы говорим, беспредел, полный беспредел. Хотят спровоцировать вот такой анархический какой-то момент в этом отношении. У меня нет проблем с их свободой слов. Да, несомненно. Можете протестовать, это ваше право, Конституция вам дает это право, но Конституция не дает права на вандализм. Да. Конституция не дает права останавливать движение на федеральных дорогах. Конституция не дает права разбивать окна в чем-то бизнесе, или врываться, или вот заниматься каким-то беспределом. Это наказуемые вещи. Но если можно еще вот возвратиться, потому что, мне кажется, на это надо сделать большое ударение, и дай Бог, чтобы вот это расположение, оно осталось. Это евангельский голос. Я признаюсь, и уже не первый раз на этой программе, если это статистика правдива, я удивлен. Я очень сильно удивлен, потому что где-то про себя я думал, третий брак Дональда Трампа, вот эта информация, кассеты, его заявления, непристойные заявления в отношении противоположного пола, десятилетней давности. Тем не менее, люди не разбираются, они 10 лет назад были сказаны, или 20 лет назад были сказаны. Мы можем иметь другой подход, и верят в искупляющую силу крови Господа нашего Иисуса Христа. Если бы эти кассеты были, эти заявления были сделаны им месяц, два, три, полгода тому назад, я бы был насторожен, я бы был очень серьезно насторожен. Десятилетней давности кассеты, за этот период человек может измениться. Та же благодать Божья, которая изменила меня, изменила тебя, изменила наших телезрителей, она может и изменить Дональда Трампа. Несомненно. Понятно, что неприятно было это слышать, это надо признать. И я думал про себя, что вот эта информация о нем, она как бы обяжет людей держать Дональда Трампа на расстоянии вытянутой руки. И многие из них были бы правы и остаются правыми в том, что, извините, я просто не могу, это противовес мне. Но, похоже, вот усилия этих вышеупомянутых христианских лидеров, евангельских лидеров, полноевангельских лидеров, они оправдали себя, потому что они взывали к совести, они взывали к сознанию, к подсознанию своих прихожан, что на карте намного больше, чем просто прошлый долг до Трампа. И эта фраза, мне кажется, Джеймс Дабсон стал ее как бы родоначальником. Будущее Америки для меня намного важнее, чем прошлое Дональда Трампа. То есть, если смотреть на ситуацию, в которой мы есть. И если Хиллари Клинтон станет президентом, мы потеряем Верховный суд. Из потери Верховного суда мы потеряем какой-либо голос. Потому что, по сути, останется два консервативно настроенных судьи в Верховном суде. Два против шести, два против семи. И с таким большинством в суде можно было бы принести очень много изменений в Конституцию и к тем же самым поправкам в Конституции Соединенных Штатов Америки, включая свободу слова, вероисповедания и ряд других вещей. Мы говорили об этом на программах, ведущем к выборам. Поэтому усилия евангельской общественности, лидеров евангельской общественности, которые не постеснялись, которые не побоялись, очень бескомпромиссно, очень сильно не просто выразить свою позицию, но и защитить свою позицию. Я хочу сказать, что в этот день я снимаю шляпы перед теми людьми, потому что они никак не уподобились лидерам из 56 главы книги пророка Исаии, где Бог говорит, это немые псы, немогущие лая, которые просто ориентированы на свои интересы. Я хочу сказать, что во многих людях, во многих людях, я, может быть, разочарован, это неподходящее слово, но их молчание в этот период для меня проговорило очень громко. Для меня проговорило очень громко. Я не искал в них какого-то альянса с Дональдом Трампом и посвящения себя Дональду Трампу ни в коем случае, но должны были быть озвучены конкретные позиции, как последователей Иисуса Христа. Я говорил об этом в церкви, я говорил об этом в кругу своих друзей, не ориентируя на людей. Образуйте себя, educate yourself в отношении тех проблем, с которыми общество встречается, и голосуйте на основании Священного Писания. Ты знаешь, это все, что требуется. Возможно, я более снисходителен к тем, которые, может быть, не пошли на участки голосования. Я более снисходителен те, которые промолчали в силу, наверное, своих каких-то умозаключений, несогласий или согласий. Я как-то в себе нахожу больше снисхождения, чем по отношению к тем, которые так рьяно, так резко, так категорически все-таки отдавали голоса за кандидата с такой неблаговидной, ярко выраженной, во-первых, репутацией тоже, а во-вторых, платформой. Я более критически и скептически не согласен с той частью, как мы говорим, электората, которая все-таки, называя себя христианами, называя себя христианами, слыша даже воззвание ряда пастырей американских церквей, которые все-таки очень активно, очень активно, так сказать, отстаивали. И даже здесь, в престольном граде Сакрамента есть 50-й фривей, и там стоит у фривеев огромная церковь, большая, многотысячная, пятидесятническая церковь. Я к стыду своему услышал, что все лидеры этой церкви, они активно, так сказать, за этого продемократического кандидата женщину. То есть тут я уже, удивление моему, как говорится, не было предела. Поэтому я, наверное, более, я более настороженно отнесся и думаю, что же это за исповедание такое? Что же это за такая, что за жизненная платформа, если ты знаешь, что человек не только говорит об этом, но также и поступает в этом направлении? Я вчера буквально услышал заявление одного человека, он был у нас в церкви, на твиттере его я прочитал, и он сказал такие слова, говорит, до 1977 года, пока я встретил Иисуса, я был ярым либералом и голосовал согласно Евангелия либерального, в кавычках, то есть всех постановлений, после того, когда я встретил Иисуса, после того, когда я встретил Иисуса, я не мог отдать свой голос за человека, который поддерживает прерывание беременности. Уже не говоря на третьем триместре, пастор Юрий, это одна из самых жутких практик, которая каким-то образом нашла место и в сознании, и в сердце нашей общественности. Быть может вот это воззвание христианских лидеров, ставших на сторону Дональда Трампа и сказавших, мы не столько человека поддерживаем, сколько мы поддерживаем платформу, а платформа против того, чтобы страна продолжала вот этот беспредел, потому что у крови есть сила, она взывает, она вопиет. Мы, как мы можем претендовать на какой-то голос в мире, на какой-то эталон, если мы не можем защитить самых беззащитных. Мы кричим о правах сексуальных меньшинств, и у меня нет проблем с тем, чтобы дать им те права, которые они хотят. Только не надо вести себя так, как будто вы единственные. Другими словами, мы не можем дать им права за счет ущемления прав других людей. Вы полноправные члены общества, у меня нет с этим проблем. Но если мы гораздо переступить через себя, и дать права этим сексуальным меньшинствам, и воздвигнуть их в ранге самых высоких, что ни есть, или мусульман, или ряда других вещей, любых групп, кто бы это ни был, то почему мы с такой же самой страстью не можем защитить тех, которые никогда сами ЛГБТ комьюнити может за себя постоять, найти людей, которые бы отстаивали их интересы. Женщины, желающие абортировать своих детей, могут найти тех, которые бы защитили. А кто станет за тех, которые даже не имели дня в жизни, чтобы сказать, у меня же тоже есть место под солнцем. У меня же тоже есть место под солнцем. И вот пока страна не проснется, пока страна не остановится, пока страна не осознает, что так нельзя. Если уже говорить, пастор Юрий, с аналогиями Старого Завета, то это тоже самое принесение жертв в молоку. Практика не нова. Она, быть может, видоизменилась. Но когда детей бросали этому божеству маленьких, беззащитных, не могущих ничего сказать в свою сторону, выдвинуть хоть какой-то свой аргумент, что я хочу жить, то чем мы отличаемся от тех эпох в прошлом, где эта практика была очень широко распространена. Дай Бог, чтобы мы увидели новый день в этом отношении. Дай Бог, чтобы мы перестали направлять огромнейшие деньги для того, чтобы субсидировать эту практику. 500 миллионов ежегодно. Хочет женщина это сделать, делай это за свой счет. Не делай это за счет миллионов налогоплательщиков, которые не соглашаются с этой. Вот по сути. Несколько месяцев назад я взял на себя смелость и в прямом эфире говорил так. Если этот тренд будет продолжен в следующей администрации, говорю, друзья, находите все возможности, открывайте какие-то нон-профит, находите 5-1-C возможности, дабы не платить налоги, потому что миллиарды налогов наших, они идут на оплату абортов. И поэтому я взял на себя ответственность, не зная, АРС подслушает или не подслушает. Говорил так, если есть возможность, лучше жертвуйте в церковь на служение, на импак, жертвуйте, но не отдавайте нечестивому кроме вам заработанных денег. Поэтому это действительно, это действительно, здесь даже с этой стороны, если посмотреть, это уже аргумент в пользу того, в пользу того, что лучше эти финансы расточить, раздать бедному, нищему, чем отдавать. То есть опять, мне кажется, очень часто играется на чувствах людей, да, то есть мы как бы, вот, евангельские верующие представлены в таком свете, как бы, таких нетолерантных, да, людей нетерпимости. Да, Я не хочу, чтобы женщина абортировала ребенка по ряду причин, но я в равномерии ни в коем случае не буду ограничивать ее в ее праве. Несомненно. Это действительно ее право. или убивать ее. Моя проблема с тем, что ты делаешь это за счет федерального финансирования. мы можем аргументировать об этом долго. Находите частные деньги. Если вы так страстно желаете продолжать эту практику, находите частные деньги, субсидируйте это. Почему это должно производиться за счет денег государства? Вот где наша позиция. Потому что в этом как бы пайл, да, денежном, там и деньги людей, которые не отождествляются с этим. Поэтому пусть будет внесена четкость и ясность. Это не с тем, чтобы принести ущерб правам женщины. Если бы у меня была возможность с ней или с ними поговорить один на один, я бы аргументировал священными писаниями, что это жизнь. Но если ты считаешь, что тебе это надо сделать, я против, но я уважаю твое право. Извини только. Находи частные компании, частные вложения, частные деньги. Иди работай. Почему государство должно выделить 500 миллионов плен перринга? То есть это бучершап, по сути. Это контора, которая гнусно, бесповоротно, бесцеремонно. Плюс последняя информация, которую мы узнали, они вообще продавали часть человеческих тел, был свой маркет, были какие-то свои под столом дела, договорят, целый бизнес. и он субсидируется непосредственно с подачи денег государства в Соединенные Штаты Америки. Вот с этим у меня очень серьезная проблема. Мы к следующему подойдем к вопросу относительно того, что практически республиканцы удержали три ветви власти под своим контролем. Это и Белый дом получается, потом это Конгресс и Палата представителей Сената. Кстати, об этом не так много говорят. Опять говоря, или когда речь идет о том, что Давид с пятью камнями выступил против Голиафа, то прогнозы были, он не только проиграет, он проиграет очень сильно и вместе с собой потянет и Сенат и Палату представителей. Палату представителей они удержали и Сената не удержали. Сегодня наблюдается картина, которую республиканская партия в которой республиканская партия не фотографировалась, я так скажу образно, с 20-х годов прошлого века, когда три ветви власти. Что делает работу Дональда Трампа? Я не за то, чтобы он переусердствовал, я не за то, чтобы он как бы использовал, переоценил себя. Я за то, чтобы и Конституция прописывает большинство правит непосредственно при согласии меньшинства, да, consent of the minority. Но это делает его работу намного легче в плане номинации в Верховный суд людей и ряда других. А там же еще в федеральной суде, кроме Верховного, и ряда других вещей, которые он хочет воплотить. Но это окно может быть небольшим в два года, потому что через два года ряд сенаторов ведут на переизбрание, ряд в палате представителей, все конгрессмены идут на переизбрание. Поэтому картина может поменяться, и это не исключено. И у него будет золотое окно в два года, с 17-го по 19-й год, от января до января, и дай Бог, чтобы с хорошим сердцем, с правильными мотивами он сделал, воплотил ту программу. У него есть все основания сейчас сказать, друзья, народ американский послал меня в Белый дом, народ американский избрал палату представителей. Верил в мандат. У нас есть мандат, нам огромнейший вотум доверия, огромнейший кредит дан, поэтому мы не хотим это расплескать, мы хотим этот капитал использовать, чтобы исполнить те обещания, которые мы дали электорату, когда баллотировались. Следующий вопрос, пастор Сергей, я молился так, наверное, наряду со всеми молящимися вот в день выборов, я говорил, Господи, я благодарю Тебя, что Ты еще, видно, не закончил с Америкой, потому что напрашивалось пару часов до этого, напрашивалось другого рода молитвы, Господи, видно, Ты поставил свой крест на этой стране, и все идет под уклон. Но после этого всего моя молитва была, так сказать, характера того, что, Господи, благодарю Тебя, что Ты не окончил, Ты не завершил еще с Америки, история Америки некогда христианской, так сказать, имеет продолжение быть христианской, в том роде, в смысле, как мы это понимаем. Так вот, какую роль, если Бог не закончил с Америки, какую роль она будет играть, отображать еще на мировом уровне, если есть такие мысли и умозаключения? Я, кстати, тоже, вот я проснулся в среду, и это местописание звучало у меня. Оно имеет отношение к Давиду, оно имеет отношение к его опрометчивости, пересчитать народ. Да. Бог использует Иаала, чтобы остановить вот этот пыл Давида. Давид не слушает, Давид нет, как бы достигает своей цели. Иаал пошел считать народ и не закончил. Там есть такая фраза, потому что ему было противно. Он на миссии царской и знает, что мы где-то, мы конкретно делаем не то, что нам надо. Ну и читающий Библию знает историю, а пророк пришел, избирает три наказания. Он говорит, лучше мне впасть в руки Бога живого. И поражение идет. Идет поражение в стране в один день огромнейшее количество людей. И никто, наверное, не знает, в чем дело, кроме Давида. Люди умирают справа и слева 70 тысяч. Это же огромнейшее количество людей. И он-то знает, в чем дело. Я конкретно переступил грань дозволенную. Я перешел линию. И ангел Господень говорит, милость окажи. Мы знаем историю, да, и он был на гумне Орны, и у Исиянина, Давид приходит, говорит, я хочу принести жертвенник построить. Орна говорит, пожалуйста, я должен заплатить, рассчитаться. Говорят, что это как раз то место, на котором Авраам принес жертвы Исаака. И Давид делает это жертвоприношение. И на этом же месте впоследствии Соломон строит храм. И вот там такая фраза. Она так сильно, я говорю, в среду я проснулся после выборов, и она звучала у меня. Он приносит жертву, написанное «Господь умилостивился над землей». Господь умилостивился над землей. Мне кажется, пастор Юрий, что вот этот сезон, я не хочу здесь духом манить, я боюсь этого, чтобы где-то нас не занесло в какую-то обочину с нашими, так сказать, ассессмент или с нашими оценками, но мне кажется, что это богом приоткрытое окно. Мне сложно прогнозировать что-то в плане мирового расклада, потому что Дональд Трамп примет очень непростую ситуацию в мировом аспекте. Во-первых, сирийская ситуация, Ближний Восток, Украина, Россия и что Америка там будет делать, напряжение с Китаем, китайцы смотрят на вот это море, которое очень важно для мировой торговли вообще, и ряд других моментов. Европа чувствует угрозу, оправдана или не оправдана со стороны России. Поэтому мне тяжело что-то сказать в контексте, скажем, ситуации мировой. Но мне вот моя страсть, потому что Бог призвал меня пасти церковь, Бог возложил на меня эту ответственность. И я бы хотел, чтобы церковь сориентировалась в это время очень правильно, чтобы мы ни в коем случае не поставили свой акцент на Белом Доме. Она глава всего. Он поставил Христос глава церкви, являющийся полнотой все во всем. И мы не имеем права ни в коем случае ни внутренне, ни тем более в миссионерском аспекте проворонить этот сезон. Вот не можем. Я чувствую какую-то urgency внутри себя, что мы должны мобилизовать все силы, которые только есть для того, чтобы достигнуть людей Евангелием Господа нашего Иисуса Христа и ближних и дальних. Ты сказал такую фразу, я полностью с ней отождествляюсь. Некогда христианская страна. Америка это миссионерское поле. Наши соседи это миссионерское поле. Люди, которые живут 100, 200, 300, 400 метров от наших домов, молитв, от наших церковных зданий, это наше миссионерское поле. Язык не должен быть экскьюзом. Мы не можем сейчас сказать, что на языке мы не разговариваем. Мы должны двигаться вперед, мы должны достигать. И в то же самое время это окно возможностей использовать его для того, чтобы распространить нашу миссионерскую работу. Есть много мест, которые еще не достигнуты Евангелием Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, если спрашивать, что будущее для страны, я не эксперт в этом плане. Я просто молюсь о том, чтобы Господь держал этого человека, как и сегодняшнего президента, чтобы передача власти была мирной, чтобы не было никаких мятежей, чтобы мы собрались эмоционально, духовно. Но моя задача будет сводиться к тому, я думаю, каждого священнослужителя, как славянского, так и американского, чтобы открыть сердца свои, открыть двери своих церквей и сориентироваться на жабу. Вот это будет мой призыв, и я чувствую в своем сердце непосредственно, еще раз использую это слово urgency, вот такое побуждение, мы не имеем права просто расплескать то, что сейчас нам дало. А если уже вопрос, как расценивать все, что произошло, я считаю, что Бог действительно, кстати, в русской Библии написано, Бог умилостивился над страной, английская Библия говорит, и Господь услышал молитвы. Я думаю, Господь услышал молитвы многих и многих людей. В преддверии, я слышал даже славянские церкви, в понедельник целый день поста и молитвы были собраны, чтобы, Господи, реши этот вопрос, вмешайся, нам нужен ты. Я слышал об американских церквях, которые три дня в посте были, воскресенье, понедельник и вторник, включая день выборов. Господь, нам надо твое вмешательство. Поэтому у меня нет абсолютно никакого сомнения. Пастор Юрий, это, кстати, не с тем, чтобы обожествить Дональда Трампа. Ни в коем случае. Лучше уповать на Господа. Я уже не знаю, какой раз я использую этот текст сегодня, или цитирую его. Но вот эти молитвы, Господь, помилуй нас, выйди нам навстречу, нам, просвети нас, дай нам еще один шанс. И мне кажется, и я знаю, не то, что кажется, Господь услышал молитвы, Господь умилостивился над землей, и дай Бог нам мудрости сейчас, координации совместной, это дело не одной церкви, это дело христианского сообщества в этой стране соединить свои усилия для того, чтобы принести Евангелие Господа нашего и Иисуса Христа. Дело в том, что уместно, очень уместно будет в этот, как мы говорим, чисто вот в месяце ноября, в эти праздничные, праздничный период, очень уместно к перечню тех молитв благодарности, которые мы будем возносить уже, возносим Богу за все эти обилия и изобилия, за все эти богатства, за возможности, вот мы будем благодарить Господа, уже благодарить, благодарим, уже начали благодарить, мы к этому перечню, мы присоединим то, что Господь сделал, это здорово было сказано в беседе о том, что действительно это был ответ от Господа, мы иначе не понимаем. У меня нет сомнений, у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений, и вот есть такая тенденция тенденция расслабиться, да, когда, даже если уже Давид был упомянут сегодня, когда цари выходят в поход, он остается на кровле, он по кровле гуляет, надо наоборот, идти вперед, надо не остановиться, а он как-то переоценил себя, он подумал, ну, пожалуй, пожалуй, опасность миновала, опасность миновала, а она была в его же родном, в стенах его же родного дома, вот в чем ирония всего, она была на кровле его же им построенного дома, и я думал, кстати, о Давиде несколько последних дней, он еще один человек на странице священного писания, о которых так и написано, имеющий безупречную репутацию, кроме написано о Давиде, он был человек по сердцу всего Бога, он поступал благоразумно, он делал то, что Господу угодно, кроме поступка с Урией, то же самое сказано и о Езекии, Езекия был человек безупречной репутации, искал Бога, прибегал к Нему, кроме момента, когда пришли послы с Вавилона, и Господь оставил его, Господь оставил его, отступил в сторону, чтобы посмотреть, а что на самом деле в сердце. И вот как страшно потерять вот это присутствие, вот эту близость, осознание вот этой зависимости от Бога на личном уровне, на семейном уровне, на церковном, тем более на национальном уровне. Бог, мы зависим от Тебя. И когда это возвращается, надеюсь, не только вот здесь, да, как пророк говорит, приближаются люди ко мне устами, надеюсь, это и в сердце. Бог, мы нуждаемся в Тебе. Бог, умилостивившийся над землей, будет держать эти двери открытыми, и если он замедлится своим возвращением, в которое я чисто, сердечно верю, чтобы наши дети и дети наших детей было благополучие в их дни, чтобы они приняли от нас равном драгоценную веру, передали ее следующему поколению, и чтобы эта земля продолжала быть местом его благословения, распространяя благословение. Здорово. Пастор Сергей, мы совершим молитву, это будет очень правильно, завершающим аккордом мажорным. Мы совершим молитву благодарности. В этой молитве, наверное, мы благословим народ, воздадим славу Богу. Во имя Иисуса мы придем. Пожалуйста, помолись. Боже, мы поклоняемся Тебе. Слава Тебе, Бог наш. Ты Бог, которому нет равных. Слава Тебе. Ты Бог, держащий все силой Своего. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты открылся нам, за то, что Ты пришел в нашу судьбу. Велик Ты в делах Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты изменил нас силой Своего Слова, силой Своей крови, силой Своей благодати. Слава Тебе. Мы молимся за каждого из наших телезрителей сейчас. Боже, те, быть может, которые проходят через самые, что ни есть, сложные обстоятельства. Здоровье, потери работы, финансовые сложности, семейные какие-то потрясения. Да, Господи. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя благодать, она достигнет их, коснется их там, где они сейчас находятся. Предаем Себя и их Слову Твоей благодати, которая может сохранить нас от всякого зла, от всякого падения и преткновения. Боже, мы также просим Тебя за нашу землю, мы просим Тебя за нашу страну, мы просим Тебя за правителей, за теперешних представителей, Господь. Мы просим Тебя за новоизбранного президента, мы просим Тебя за страну, мы просим Тебя за его семью, мы просим Тебя, Господь, за его окружение, мы просим Тебя за этот период назначения кабинета и людей, которые будут возле него. Господь, с поспешистой во всем этом, пусть эта земля поднимется в силе Твоего Святого Духа, пусть Твоя благодать продолжает совершать то, что только она может совершить. И самое главное, мы молимся о том, чтобы еще много людей пришли к познанию Тебя, к покаянию, принятию Тебя в свою жизнь, в свое сердце, провозглашая Твое господство, власть и силу. И все это мы просим во имя Иисуса, Иисуса из Назарета. Аминь. Пастор Сергей, спасибо. Служение пастора Сергея, проповеди пастора Сергея, смотрите по воскресеньям в прямом эфире. В прямом эфире. С 12.30 начинается воскресенье, затем вторник, в 6 часов вечера Тихоокеанского времени. Пастор Сергей, спасибо большое, огромнейшее. Мы будем встречаться, очень приятно, Бог да благослови. Взаимно. Также помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин